Это же коррупция в открытом виде? Да, конечно, 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 то же самое, что в Москве делается, то и у нас делается. Чистой воды коррупции, больше это никак. Ставятся свои люди во главу угла того, другого, третьего, четвертого, пятого. Хорошо. Нам лапшу. Вы можете предположить цель всего этого процесса? Ну, оглупить народ. Чем меньше, чем менее глубокое образование будут получать наши внуки, наши правнуки, тем глупее, глупее. А глупым-то очень легко управлять. Ему же можно все что угодно сказать. Его можно зомби сделать. Потому что никак сопротивляться. То есть это целенаправленное влюбленизация общества? Да, да, да. Это вот как началось, пришел этот, как его называли в народе, Миша Меченый, Горбачев. Как вот это все началось. Форосы, всякое. Ну, соросы, форосы, чубики, чудики. Это страшно, это просто страшно, что нас ожидает. Я не знаю. Автоматы. А преподаватели, они, вы с ними общаетесь, я так понимаю, и, в принципе, ваше мнение в чем-то отражает, ну, определенную, как минимум, часть преподавательского состава. Конечно, так они в шоке все. Ну, а что делать? Вот скажите, пожалуйста. Вот пришли вот в любую фирму, в любой институт, в любое учреждение, в любую организацию. Пришли, поставили своего руководителя. Ну, люди как-то работали, а не как-то до этого. Для меня тут все равно остается один вопрос. Профессора голосовали за представителя, как вы говорите, областной администрации. Да. Вот, они голосовали, они выбрали. Ну, получается, да. Ну, можно же собраться завтра и выбрать нового. Или нет? Нет. А как? Ему же дается полномочия на сколько-то лет, через сколько-то лет, там, пять лет, значит, снова там будут выборы. Через пять же лет можно проголосовать по-другому? Ну, у нас вот только что голосование в областную думу, в государственную думу было. Ну, вы хотите сказать, что фальсификация выборов, она уже распространилась на все уровни выборных должностей? Конечно, конечно. Конечно, страшно, что творится. Я не знаю. Да. Просто ужасно. Просто ужасно. Вот, допустим, такой факт. В Чечню малюсенько-малюсенько незаметная республика в Российской Федерации вливается денег гораздо, гораздо больше, чем в Томскую область. Централизованную. Для чего? Может мне кто-нибудь объяснить? Ну, я, насколько слышал, чтобы не было войны, что называется. Да, чтобы если вдруг что-то, то в Чечне там есть подразделения. Восстанавливаем после войны. Да. Еще что-то там. Крупную зону мы делаем. Да, да. Восстанавливаем. Скажите, а как преподаватели относятся к нано-проектам в внедренческой зоне? Ну, какие нано-проекты? Вообще, у нас имеется вот эта научная база именно внутри внедренческой зоны. Я не знаю. Я почему спрашиваю? В свое время я общался с профессором одного из университетов, и у него были очень большие ожидания, но это когда еще это все создавалось. Очень большие ожидания, я так понял, у многих ученых в нашем городе, большие ожидания по поводу перспектив техников внедренческой зоны. Вот на сегодня я слышу только мнение разочарования. Ну, оно так и есть. Не знаю, я работаю в... Наука пришла в эту зону? Какая наука? Ну, может быть, она какая-то наука и пришла, но я об этом ничего не знаю. То есть, об этом в научном сообществе не слышно? Я не знаю. А что там происходит? Вы же тоже имеете какое-то отношение, где-то соприкасаетесь? Ну, не знаю, нет. Что вообще происходит вот в этой зоне? Или вообще, что это такое? Черная дыра, может быть, на территории Томской области? Или наоборот, это рассвет каких-то новых научных идей? Любые товары, которые заводятся в Россию, они должны растамаживаться. Вот один крупный центр растаможки с запада расположен в Петербурге, насколько я это понял. А второй вот у нас в Томске. Вот это наша зона. Это сугубо для экономической, что ли, деятельности? Конечно. А тогда научное обоснование – это просто прикрытие для беспощной торговли, получается? Потому что вот то, что я вижу вокруг, то, что было до этой зоны, что сейчас происходит, в лабораториях ничего не меняется. Но наука, то есть, не увидела преимуществ этой зоны? Я не увидел никак. Вот по окружающим меня людям, по лабораториям, вот с кем я общаюсь, я не увидел что-то. Просто я, насколько знаю, у нас только на презентации этой зоны несколько раз выделялось там, ну не то, что по 10 миллионов рублей, а там были десятки миллионов рублей, это только на презентации, там на 2-3-4 дня. Да, естественно, денег выделяется много. А наука, то есть, пользы не увидела? Не знаю. Вот как добывали деньги себе заведующие лабораториями, там, гранты всякие, там, с какими-то министерствами, с какими-то крупными предприятиями, договора, ну, научные работы, так они добывают себе. Может, есть заявки от резидентов этой зоны? Не знаю, не слышал. Не слышал. Оно, если где-то это и есть, то это очень засекреченная информация. Страшно, страшно, что происходит. А скажите, 4 декабря прошли выборы в Думу, а преподавательский состав, это же активные, в принципе, участники выборного процесса. Ну да. Вот. Я, насколько знаю, преподаватели оказывают большое влияние, ну, их мнение оказывают на влияние молодежи, влияние студентов при выборе. Но при этом, это последние выборы, ну, за последние 10 лет, на студентов очень сильно давят, в том числе через преподавателей. Ну, я такого не знаю. Я не знаю, чтобы на студентов преподаватели давили. То есть, этого нет. Я почему-то спрашиваю, слухи это или нет, преподаватели знают об этом или не знают. Я не знаю. Я вот сколько знаю преподавателей, ни один из них ни на кого не давил, ни на одного студента, никого не принуждал. Вот этого я не знаю. Вот такого греха, что ли, за преподавателями Томска, я не знаю. Я знаю другое, вот, что, скажем, академический округ наш проголосовал за коммунистов в большинстве своем. И наш председатель президиума, директор нашего института, Сергей Григорьевич Псахья, тут же получил выговор. За что? За то, что проголосовали не за Единую Россию. В смысле, прям так было написано? Ну, было не написано. Или это устный выговор? Устный, конечно. Устный выговор. Ну, то есть, вы хотите сказать, что политическая партия, политическое руководство, так скажем, она давит на науку, которая, ну, по большому счету, должна заниматься только наукой? Да. Но это же мешает работе? Или работа никого не интересует, я так понимаю? Ну, это интересует только тех вот ученых, которые наукой занимаются. А все остальное там, я даже не знаю, как. Как мы будем жить-то? Я не знаю, как. Перспективы-то города Томска. А какие перспективы? Как у нас крест перед выборами? Вдруг, значит, скоростная дорога между Томском и Новосибирском. Через всю Сибирь до Нижневартовского дорога. Еще там что-то, еще что-то. Вот если за Единую Россию проголосуете, будут выделены такие большие деньги. Второй шанс у Томска. Какая-то же взятка. А чем занимается у нас руководство? Они даже не могли построить нормально. Вот выделили деньги большие. Но в районе, скажем, Академгородка, мост через Томь, эстакада через железную дорогу, ну, так более-менее сделано. До сих пор нету схем вот этой развязки. То есть люди, ну, кто постоянно ездит, как-то привыкли, как-то знают. А все вот, кто там часто не бывает, они подъезжают, не знают, как спросить. Эстакада через железную дорогу, которая в районе Первого Томска, ну, она метров сто не доведена до ума. То есть эстакада и спускается к улице Шевченко. Там постоянные пробки. Для чего это все делали? Вот на 100 метров дальше сделали бы развязку. Нет, ну, опять же, деньги. Но это вопрос к проектировщикам. Нет, каким проектировщикам? Ну, это же Николай Чув. Кстати, у нас есть же институт архитектурный. Да, да, есть у нас. Только деньги-то пилят выше. Вы считаете, что образование на сегодня скатилось до простого коммерческого проекта? Ну, как-то так можно назвать. И сама наука, по большому счету, никого не интересует? Ну, молодежь интересует практически никак. То есть все занимаются зарабатыванием денег. А скажите, вот какие бытовые проблемы на сегодня вас лично интересуют? Беспокоят? Беспокоят. То есть, я, насколько понял, ваша голова больше на сегодня забита какими-то хозяйственно-бытовыми проблемами, чем наукой. Какой наукой? О какой науке можно говорить, если я проработал всю жизнь? Пенсия 7 тысяч. Работаешь в институте, там 12 тысяч получаешь. Итого 19? Да. Вот о чем говорит? А коммунальные платежи сколько у вас? Коммунальные я в очень плохеньком доме живу, в очень старом. Там где-то 2000. То есть... Ну, то есть это 19 минус 2? Да. Минус на проезд, сколько у вас уходит? Ну, вот и... Ну, бюджет. Мне просто интересно, это бюджет научного сотрудника на сегодня. Рядового научного сотрудника. Плюс, все, правда, пенсионера. Ну, если говорить о людях, которые имеют какую-то степень, там, кандидат наук, доктор наук, они за степень получают, скажем, кандидат наук 3000, хоть какие-то деньги дополнительные. Но это, опять же, он будет получать только в том случае, если он проведен как научный сотрудник. А чтобы стать научным сотрудником в институте каком-то, ну, это... Есть Штаты, и вот просто так же не станешь, это, скажем так, это очередь. Да вы сказали, что система устройства внутри университетов, вот на сегодня это полностью кардинально изменилось, и внутри каждого университета вместо факультетов, да, они разбиты на... Это в политехническом, да. А, это в политехническом. Они разбиты как бы на институты отдельные. А что это дает вот для самого образовательного процесса? Да ничего не дает. Я не знаю, что для образования может дать... А они сделаны как отдельное юридическое лицо, получается? Да, конечно. То есть, внутри политехнического института на сегодня создано много-много юридических лиц. Да. Я спрашиваю, это как предприниматель просто, потому что я знаю, что каждое юридическое лицо, это плюс у тебя, это вот бухгалтер, при данной при структуре, я думаю, там не один плюс-плюс-плюс, и получается общая финансовая нагрузка на зарплату очень сильно увеличивается. При таком построении организации образовательного процесса. Ну да, так оно и есть. Более того, каждый директор института еще и проректором является. Он как проректор получает деньги. Это уже от общего института, университета. Да. Ну, это что-то вот такое. Есть, конечно, и плюсы в создании консорциума. Ну, в том, что, скажем, по-хорошему, если сделать студенческое общежитие, можно сделать для консорциума в целом. Но это тот проект, который на сегодня обсуждается. Ну да. Субтитры сделал DimaTorzok